Всем добрый день, канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. И этот ролик служит продолжением ролика про центростремительное ускорение. В нем я выведу формулу для центростремительного ускорения еще одним способом, который называется метод годографа. Идея основывается на том, что формулы для скорости и для ускорения устроены структурно совершенно одинаково. Скорость – это производная радиус вектора по времени, а ускорение – это производная вектора скорости по времени. Ну и мы сначала нарисуем картинку для радиус вектора. Вот он. Когда тело движется с постоянной скоростью v по окружности, радиус вектор вращается с постоянной угловой частотой омега, ну а вектор скорости направлен по касательной к этой окружности. Ну а теперь мы говорим, а вот эта формула устроена в точности так же. Ну и мы возьмем и построим, как бы отложим от одной точки вектор скорости в разные моменты времени. Он имеет постоянный модуль и вращается все с той же угловой частотой омега. Значит, его конец тоже описывает окружность. Ну вот такая линия, которую описывает конец вектора, зависящего от времени и отложенного от одной точки. Вот она и называется годографом. Ну а стало быть, вектор ускорения должен играть как бы структурно в этой второй картинке должен играть такую же роль, какую в первой картинке играл вектор скорости. Но это значит, что он касателен к этой окружности и перпендикулярно вектору скорости всегда направлен. Ну а теперь мы соединяем обе картинки вместе и говорим, когда радиус вектор направлен вверх, вектор скорости направлен под углом 90 градусов к нему, а вектор ускорения направлен под углом к 90 градусов к вектору скорости. Стало быть, вектор ускорения смотрит вниз. Ну вот на этой картинку, если его перенести, то есть к центру окружности, по которой движется тело. Ну куда он направлен, мы знаем. Ну вот это и есть центростремительное ускорение. А теперь мы найдем величину, опять сравнивая две картинки и говоря, как на первой картинке величина скорости относится к радиусу vqr, так и на второй картинке структурно такой же ускорение относится к скорости. Ну мы имеем такую пропорцию, ну и тогда величина a это v² поделить на r. Вот мы это здесь и записываем. И таким образом величина центростремительного ускорения найдена. Ну на этом я останавливаюсь. И вот что я еще хочу сказать в конце этого ролика, не относящиеся к теме, но относящиеся к нашим делам. Может быть не все вы знаете, что кроме канала GT-класс физика в опытных экспериментах у нас есть другой канал. GT-класс просто математика. И туда мы иногда выкладываем очень любопытные штуки. Ну в частности не так давно я туда выложил такой способ найти объем пирамиды, которого я раньше не знал и сам его придумал. Вот этот ролик я точно рекомендую вам посмотреть. Он будет очень интересен. Итак, это канал GT-класс. Просто математика. Можете туда перейти и посмотреть на то, что мы там делаем. И спасибо вам за внимание.